Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Ода гигантской траве Ни одно из растений не имеет столь многообразного применения, как бамбук. Ученые составляют каталоги из тысячи наименований, в которых перечисляются способы употребления этой грациозной травы, растущей естественным образом везде, кроме Европы и Антарктиды. Но, кажется, лучше всего она чувствует себя в Азии. В мире существует примерно тысячи видов и около 50 родов бамбука. Они варьируются от растений размерами с полевую траву до гигантов высотой в 36 метров и в 35 сантиметров толщиной. Они растут повсюду. От низких берегов моря до склонов огромных гор. Хотя они сильно разнятся по цвету, форме и размерам, но все они имеют одну общую особенность – легкий и прочный ствол. У некоторых он сплошной, но у большинства – полый, разделяемый перегородками или узлами. Стволы – это то, за что так ценят бамбук. Бамбук – головокружительный рост. Самая удивительная характеристика бамбука – его способность к быстрому росту. Ничто другое на Земле не способно расти так быстро. Один японский ученый на острове Хонсю установил мировой рекорд роста ствола мадаке, самого распространенного в Японии вида – на 120 сантиметров за сутки. Если пристально смотреть на бамбук, то можно заметить движение его роста. Китайцы были первыми, кто оценил красоту и полезность этого быстро растущего растения. Их древний словарь «ярья», написанный за тысячу лет до Рождества Христова, называет бамбук «цфао» – травой. Крестьяне называют его «чакончук», что означает «бамбук чайных палочек» – редкое цветение. У бамбуков есть одна удивительная особенность. Большинство из них цветет один раз за очень большой промежуток времени – в 30, 60 или даже в 120 лет. Почти одновременно бамбуки одного вида, где бы в мире они не произрастали, расцветают. Затем, поникнув, стебли умирают, однако роще выживает. Некоторые корневища не гибнут, а упавшие семена пускают корни. Но бамбуковому ростку, чтобы созреть и вырасти до прежней высоты, может потребоваться от 5 до 10 лет. Доктор Мак Клур, признанный в мире специалист по бамбуку, в 20-е годы с ботанической экспедиции побывал в Китае. Он застал целые области расцветшего бамбука чайных палочек и смог собрать цветущие экземпляры, которые вместе с ветвящимися узлами и обвертками молодых побегов нужны ботанику для научной идентификации. Мак Клур идентифицировал семейство растения как Арундинария и присвоил новому виду название «Амабелис» — «Милый». Дорога бежит от Гуанчжоу-Хуанчжи среди полей риса, окаймленных Красной землей. Молодые побеги риса высовывают желто-зеленые пальцы из коричневой воды. Бесконечные ряды сосен и эвкалиптов, посаженные по особой китайской программе восстановление лесов, щетинеца на холмах Квантунга. В сумерках дорога подходит ближе к широкой, быстрой реке Суй, и разбросанные тут и там островки бамбуковых посадок смыкают ряды и становятся тесной плантацией. Сквозь полумрак видно, что бамбук, потеряв свою пушистую легкость, стал темно-зеленым с прямыми жесткими стеблями. Он стоит ровными рядами, как рождественские елки. Это милый бамбук или бамбук чайных палочек, обнаруженный Мак-Клуром. «Прежде чем его срежут», — писал Мак-Клур, «бамбук должен расти от трех до пяти лет. Он дает побеги и достигает своей полной высоты за шесть-восемь недель, и только потом стволы становятся прекрасными, глянцевыми, зелеными, без пятен». Но свежие стволы на большую часть состоят из воды, и если вы срежете их, они сожмутся и потрескаются, когда высохнут. Стволы сушат на ветру и солнце примерно 10 дней, затем их грузят в лодки и отправляют вниз, к Нанхаю, к Гуанчжоу, где их выпрямляют над огнем и подрезают до нужной длины. В Китае растет примерно 300 видов бамбука. Из них самый известный и ценимый за границей — это танкинский. Но в самом Китае самым полезным бамбуком считается маучу — волосатый бамбук, называемый так за мелкие волоски, покрывающие обвертку побегов. Более двух третей производимого в Китае бамбука — это маучу. Его используют и для изготовления мебели, и для подпирания тяжелых конструкций. Самые ранние летописи, появившиеся задолго до изобретения бумаги, во II веке до н.э., были записаны на зеленых бамбуковых листах. На мягкой бамбуковой кожице легко царапать или выжигать. Чтобы сделать бамбуковую книгу, полоски сшивались шелковыми лентами или бычьими сухожилиями. Одна такая связка из 312 полос была недавно найдена в земле в гробнице династии Хань, II век до н.э. Почему бамбуку в Китае придается такое большое значение? Из-за его красоты и множества добрых полезных качеств. Китайцы называют бамбук «самым главным из трех зимних друзей», куда входят еще зимняя слива и сосна. Эта троица встречается повсюду в китайском искусстве и литературе как символ несгибаемости перед лицом трудностей. Сливы цветут в период, когда на земле еще лежит снег. Сосны произрастают на бедной почве, цепляясь за утесы над пропастью, а бамбук остается зеленым круглый год. Он склоняется под весом зимних снегов, но быстро выпрямляется, когда они тают. Один вид бамбука, который растет густыми рощами, высоко в горах провинции Сучуань, служит пищей для редких енотов панд. В дикой природе катастрофы раздражаются неумолимо, и в свое время китайские ученые обнаружили 140 мертвых панд в этих дальних холмах. Они стали жертвами вечных биологических циклов бамбука. Достигнув почти векового жизненного возраста, бамбук расцвел и опал. Должно пройти несколько лет, прежде чем рощи разрастутся до той степени, чтобы снова стать источником пропитания. Бамбук делится на две категории, говорит доктор Цюнь. Первые классифицированные по образцам, собранным доктором Макклуром. Первая — это симподиальная или групповая. Вторая — монодеальная или усиковая. Все бамбуки вырастают из резомы — корневища подземных стволов, которые дают побеги. Групповой тип множится симметрично по кругу. Усиковый тип рассылает свои резомы по всем направлениям, выбрасывая новые побеги там и сям. Групповой тип обычно растет в тропиках, а усиковый — в умеренной температурной зоне. Обычно бамбук пускает побеги по разу каждый год. В отличие от деревьев, бамбук не увеличивается вширь. В продолжении роста каждый новый побег уже имеет полный обхват. Он достигает своей высоты за 60-90 дней. Китайцы ценят бамбуковые побеги как пищу за их хрустящую структуру. Крестьянин приходит весной в бамбуковую рощу и, ходя босыми ногами по земле, может почувствовать жесткие горбы побегов. Если он хочет самых нежных ростков, как у очищенной спаржи, он наваливает маленький холмик земли вокруг пробивающегося побега. Тот никогда не увидит света, но приобретает сочность. В древнем Китае была одна весенняя церемония. Тихой ночью люди отправлялись в бамбуковую рощу послушать, как лопаются бамбуковые побеги, когда они выходят из своих обверток, пробиваясь из земли. Это был верный признак наступления весны. Во всех китайских больницах имеются отделения траволечения, где древние средства употребляют наряду с современными западными лекарствами. Один врач из Нанкина рассказал, что корень черного бамбука в сочетании с некоторыми другими растениями лечит болезни почек. «Если вы сварите свежесрезанный черный бамбук и выпьете микстуру, настойную на нем», добавляет врач, «то она подействует как жаропонижающее средство». У некоторых тропических видов бамбука бывают выделения, называемые «табашир», которые застывают между узлами. Китайцы и индийцы пьют микстуру из них против кашля и астмы. Поскольку он на 97% состоит из чистого кремния, химически инертного элемента, то успех лечения требует у пациента очень хорошего воображения и веры. Но, как часто случается в народной медицине, «табашир» обладает своим секретом. И совсем недавно ученые обнаружили, что он выступает катализатором в некоторых химических реакциях. Бамбук нашел свое место и в инженерном деле. Китайские мосты, повисшие на тросах из сученого бамбука, предки всех прочих висячих конструкций. Использование тросов из бамбука для буксировки судов в Китае было впервые описано для европейцев Марка Пола в XIII веке. Тросы делают из длинных стеблей тростника, о котором я говорил раньше, полных 15 шагов в длину. Они раскалывают их и соединяют на ново в длину до 300 шагов. И тросы выходят крепче, чем если бы они плелись из пеньки. Конечно, крепче. Великий мост над рекой Мин в Сычуане висит на бамбуковых тросах в 15 сантиметров диаметром, накрученных вокруг кабистанов так, что их можно настраивать будто струны гитары. Мост эпохи Мин, все еще используемый через тысячу лет после его возведения, совершенно справедливо считается одним из инженерных чудес света. В общинах, жизнь которых зависит от бамбука, его цветение – несчастье. Выживает всего несколько растений. Большая часть гибнет, и роща должна возрождаться из корневищ и упавших семян. Стебли, выросшие из семян, малы, не толще вязальной спицы. Однако каждый последующий стебель толще прежнего, и так происходит до тех пор, пока растение не наберет свой максимальный размер. Большая часть видов бамбука выпускает побеги каждый год, и одновременно продолжается рост корневищ под землей. Настоящая трагедия связана с цветением бамбука в Индии. У большей части видов бамбука плоды выглядят, как зерна пшеницы. Но у индийского бамбука мелоканна босаферри плод похож на маленькую грушу. Когда мелоканна цветет с интервалом в 30 лет, то большие мясистые плоды падают на землю. Их пожирают крысы, и на богатых кормах начинают размножаться с жуткой скоростью. В прежние времена крысы вызывали вспышки эпидемии чумы или опустошали пшеничные и рисовые поля. Таким образом, цветение мелоканны означало или болезнь, или смерть от голода, или и то, и другое сразу. Но цветение других видов бамбука помогает избежать голода. Люди жарят и едят их семена. Современные ученые, хорошо знающие естественную историю, все больше интереса проявляют к бамбуку. Своей прочностью, легкостью, упругостью и дешевизной бамбук может соперничать со всеми искусственными конкурентами. Он идеальный материал для быстро вертящихся витряных мельниц, которые смогут давать бесшумную, безопасную энергию. Возможно, когда-нибудь бамбук найдет применение и в ракетостроении. У скромной травы большое будущее. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены. Редактор субтитров А.Семкин